Сейчас в новом помещении заканчивается ремонт и к концу марта первые посетители войдут в центр. В ходе инспекции глава Одинцовского района отметил, что площадь нового помещения МФЦ в полтора раза больше предыдущего. Это позволит увеличить количество окон с 29 до 40. МФЦ города Одинцова является одним из лучших по Московской области и мы старались создать комфортные условия для наших жителей. Но есть нюансы. И нюансы в следующем. Во-первых, увеличивается количество услуг, которые мы будем предлагать нашему населению в МФЦ. Скоро их будет порядка 200. Дальше мы явно нуждались в более большом помещении для того, чтобы разместить как раз дополнительное количество окон, чтобы можно было принимать большее количество посетителей, ставим для себя планку порядка тысячи наших жителей, смогут приходить в МФЦ, получать качественную услугу в те нормативы, 15-минутное ожидание, которое мы установили. В рамках инспекции глава района осмотрел внутреннее помещение, где сейчас завершается отделка. К услугам заявителей в новом офисе будет предусмотрена детская игровая зона, комната матери и ребенка, отдельная гардеробная, банкоматы и автоматы с едой и кофе, а также конференц-зал для проведения рабочих встреч и совещаний. Кроме того, здесь разместится комната отдыха для сотрудников. Нововведением станет Центр сопровождения малого бизнеса. И, как обещал глава района Андрей Иванов, в своем годовом отчете обращения будет предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями. Здесь будет полностью выполнен проект для людей с ограниченными возможностями, для людей-инвалидов. Они не будут нуждаться ни в чем. И я говорю не только о туалете, который обеспечен элементами, доступной с единой, но и весь комплекс, и тактильная плитка, и определенные звоночки будут стоять для людей, которые будут пользоваться услугами с ограниченными возможностями. Максимальное внимание как раз этой категории людей. Вокруг пристройки уже появились новые дорожные знаки. Перед зданием исключительно для посетителей МФЦ отведена парковка. С торца места полностью отдали под служебный транспорт сотрудников Центра. Около нового офиса в настоящий момент обустроено 130 парковочных мест. Глава района также подчеркнул, что особое внимание уделяется организации без барьерной среды. Помимо пандуса и плитки в новом помещении МФЦ для маломобильных граждан будет организовано отдельное окно обслуживания. В специальный туалет размещены тактильные наклейки и установлено оборудование для слабослышащих. Ранее был реконструирован подземный переход у Дубравы. Он также адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Четко следуем тому вектору, который устанавливает нам правительство Российской Федерации и губернатор. И запланировали здесь помещение для сопровождения малого и среднего бизнеса. Такое помещение здесь есть. Будут отдельные специалисты, которые будут находиться в окнах. И, соответственно, при поступлении такого запроса от юридических лиц обеспечивать консультацию и дальнейшее сопровождение малому бизнесу. Вплоть до конечной выдачи документов и согласования со всеми инстанциями. По итогам инспекции Андрей Иванов отметил, что, учитывая напряженную ситуацию с парковками на Можайском шоссе, даже четырехкратное увеличение парковок может не хватить. В связи с этим он дал поручение пересмотреть схему движения у торгово-офисного центра. Обновленный МФЦ в Дубраве должен открыться 15 марта. На время переезда прием заявителей будет вестись одновременно по двум адресам. По старому на улице Советская и по новому на Можайском шоссе. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Один Соло».